Этот приезд во Владивосток Сергей Безруков считает особым. Впервые на сцену театра имени Горького он выйдет не только как артист, но и как художественный руководитель Московского губернского театра. Сиранода Бержерак, книга джунглей Маугли, вид с моста прекрасная далека и нашла коса на камень. Пять спектаклей познакомят публику Владивостока с труппой удостоенной национальной премии имени Елены Мухиной в номинации «Инновационный прорыв» за создание театра, доступного для всех. На большие гастроли труппа регулярно выезжает благодаря одноименной федеральной программе. С мая по ноябрь по всей России проходит самый масштабный тур 30 ведущих драматических, музыкальных и кукольных театров страны. 50 регионов и более 300 показов постановок. И пока театр имени Горького дает спектакли на московской сцене театра Российской армии, во Владивостоке губернский театр открывает гастроли уже известной нашей публике героической комедии Сираноды Бержерак. Я играл вместе с Лизой Боярской. Она была первой исполнительницей Роксаны. Потом было время затишья, потом этот спектакль стал моим фондовским спектаклем. И дальше я, когда я возглавил московский губернский театр, я решил сделать свою версию этого спектакля. После постановку ждал, как шутя говорит сам Сергей Безруков, очень серьезный ввод. В спектакли он заменил всех артистов, кроме себя. Роль Роксаны на этот раз досталась молодой артистке Карине Андоленко. И спустя почти 9 лет зрители Владивостока вновь увидят спектакль, только уже в новом прочтении. Остальные же постановки публика нашего города сможет оценить впервые. Например, комедию «Нашла коса на камень», с которой и начался московский губернский театр. Мне кажется, что губернский театр должен был начинаться с Островского. И мне кажется, это очень символично. Губернский театр и Островский. А отдельного внимания заслуживает музыкально-пластический спектакль для детей и взрослых «Книга джунглей Маугли». Детскому театру Сергей Безруков сегодня уделяет огромное внимание и делает все возможное для того, чтобы маленькие зрители с удовольствием приходили на спектакли. К слову, на встрече во Владивостоке его ждали приятные новости. О необходимости детских гастролей говорили все. Это действительно крайне сложно. Без поддержки государства невозможно это сделать. И в этом году мы стартуем новый проект. Мы надеемся, что осенью уже получим все разрешения. Это будут большие гастроли для маленьких. Есть. Браво. Браво. Доступным для всех губернский театр называют не случайно. Он единственный в России, где идут спектакли в сопровождении тифлокомментария – специального пояснительного текста для слепых. От своих артистов Сергей Безруков требует полной отдачи, а главным качеством считает желание постоянно развиваться и учиться чему-то новому. И если раньше поющими в труппе считались всего трое, то сегодня поют уже 19 артистов. Гастроли Московского губернского театра во Владивостоке продлятся до 13 июня. Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.